Ну, ребят, 12 минут мы не будем проходить, они не заход... Ладно, видимо, проходим. Так, дорогая, мы с тобой вернулись в 12 минут, мы с тобой снова здесь, посмотри предыдущую серию, если ты её не видел, нажми. Мы с тобой в прошлой серии, кстати говоря, вот хотели вот это сделать, но мы с тобой этого не делали. Жена, я, конечно, тебя люблю, все дела, но знаешь, что ещё, я думаю, у тебя недостаток железа в организме, поэтому... Я не злой, но мне интересно просто, что произойдёт, если я это сделаю? Назад пути не будет. Если я это сделаю, то навсегда останусь убийцей. Эээ, да ладно тебе. Дорогая. Он реально это сделает? Да. Что? Что ты? Мне жаль, мне очень жаль, я не... я... Боже, мне так жаль, мне так жаль, дитя. Дитя? Извините, дитя. Пожалуйста, помогай. А зачем... что это дало? Жена, мёртвое тело. Ну, полутаем её, что там у неё есть? У неё есть книга, и у неё есть ключи от дома. Но это вряд ли мне что-то даст. Мне сейчас очень интересно, как отреагирует чувак, который к нам сейчас придёт. Ну ладно, я, наверное, тогда в шкаф пойду. Ну всё, получается, мы сделали с тобой жесть. Так, а что, кстати, я одежду здесь не смотрел? Сейчас мы посмотрим... Телефон. Я не звонил по телефону, кстати говоря. Ладно, по телефону мы вас звоним в следующий раз. Если что, то она сейчас воскреснет на следующий раз. Интересно, что мы её убили в первой итерации, то есть мы ещё не знаем с тобой даже, что назад во времени возвращаемся. Но любопытно, что произойдёт с полицейским, который сюда придёт. Вот это он удивится. Событие, которое здесь произошло. Жена не встаёт, значит, жена, видимо, не бессмертная. О, я слышал уже машину. Будет очень неловко, если он не придёт сейчас, и на этом будет конец игры. Полицейские, не могли бы вы прийти, это было бы очень хорошо. Не слышала, как ты пришёл. Лучший вечер. Угадай, кто готовил десерт. Ну, явно не ты, потому что готовить ты не умеешь, дорогая моя. Мы с тобой знаем то, что мы можем свою жену напоить и усыпить. Мы можем с ней поговорить. А, слушай, а давай поедим? Мы с тобой уже не разговаривали. Самое время приступить к десерту. Мы же, кстати говоря, с ней не ели ничего. Секундочку. Мы же не ели с ней ничего. Мы должны были, но как бы не ели. Так, давай-ка мы сейчас, знаешь, что сделаем сразу? Аптечка. Аптечку открой, открой, аптечку открой. Подбираем вот это. А, ой. Так, она там ударилась электричеством. Опять же, посмотри предыдущую серию, если что. Кстати говоря, я могу в шкаф спрятаться. Зачем ты залишь шкаф? Не знаю, у меня такое хобби, жена. Хочу посидеть здесь. Мы её решили в этот раз не спаивать. Мы могли бы кружку завалить с усыпителем, но пока что мы этого делать не будем. Ой, Гром. Не ожидала, что вечером будет буря. Да я тоже не ожидал. Хотя я ожидал, я довяжу будущее. Ну, то есть я из прошлого, из будущего. Здорово. Нет, не заходи ко мне. Нет. Привет. Ну, раз ты используешь кружку, не хочешь закончить сервировкой стола? Скажи мне, когда будет можно к ужинать. Ладно, хорошо. Я хотел, но как бы да. Хотя я могу, конечно, подсыпать ей снотворное сейчас, но пока что делать этого не будем. Мне интересно, что будет вообще, если мы с ней поговорим просто? Давай есть. Жена, я готов жрать. Стол накрыт. Готов? Готов есть. Кружка пустая. Да что ты такая вот эта привередливая? Кружка пустая, тролли-вали. Ну, давай я тебя налью. Слушай, а мы что, едим... Мы едим десерт с водой? Ладно. Так, ну все, теперь мы готовы есть. Давай. Стол накрыт. Ладно, все готово. Ладно. Ну, теперь держись. Че держись? Отлично. Приступим. К чему? Ты так подготавливаешься к тому, чтобы поесть? Ты че толкаешься? Че, 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 что такое? И че, есть мы будем, нет? Жена, у тебя все нормально с рукой и с головой, нет? Дорогой. Шо такое? Есть причина. Выглядит мило. По какому случаю? А! Она стоит, короче говоря, ждет, пока я с ней поговорю. Судись, я тебе расскажу. Хорошо. Ну давай, сажусь. Так ты не даешь. Ладно, сяду туда. Капец ты, конечно, душная. Окей, сели, нормально. Давай сюда. Я думал, ты туда хочешь садиться, но, видимо, ей принципиально сесть сюда. А сейчас к нам, кстати говоря, полицейские придут. Ты в курсе, нет? Ладно, давай я хоть покушаю. Ам. Слышь. А давай пообщаемся, может быть. Че такое? Ну и? Мне нечего че-то спросить. Ладно, давай тогда продолжим есть, не знаю. Как-то нам с тобой жена неловко немножко, потому что музыка это, конечно... А! Шо такое? Это же наша песня. А мы не могли ее не поставить. Нас сейчас придет убивать полицейский, а ты сидишь и жрешь. Так, тот случай, когда это не только десерт. А шо такое? У меня для тебя кое-что есть. Десерт и подарок? Что, разве мой день сегодня рождения? Просто открой. Подарки, люблю подарки. Так, давай подарок. Хватаем. Шо там у нас? Шо это? Такая маленькая кофточка? Ага. А, я... Она беременная. Ого. У нас будет кто? Ничего себе. Да. Шо такое? Полицейский, открывайте. Да у нас романтика, у нас тут ребенок, слышь ты. Нет, не надо, жена, стой. Ну, я возьму нож тогда, пожалуй. Жена! А! Я из полиции. Поверните спиной. Слышь. Эй, эй. Э, что происходит? Шо такое? Слышь ты, заткнись. Я займусь с тобой через минуту. Давай, пока он занят, пока он занят. Ножом. Да ты лох. А-а-а-а. Нет! И вот мы вернулись обратно. Но подожди, я еще не готов. А я могу? А я могу просто сюда спрятаться и все. Жена, что ты делаешь, пока меня нет дома, а? Бьешься током. Ясно. У жены не очень интересное времяпрепровождение. Она ходит и бьется током. Если он не узнает, что я здесь, жена-то не знает, где я. Мы не оставили никаких показателей. Мы не оставили никаких фишечек о том, что я здесь. Не оставили никаких упоминаний. Я, конечно, не очень рад тому, что с моей женой это происходит, но штаны у нее так-то хорошие, зачетные. Это все ошибка. А-а-а, у-у-у. Я... Ну, когда... Вы, наверное... Слушайте, я просто не понимаю. Не обязательно меня заковывать. Мы можем поговорить. Обязательно поговорим. Я... Я не знаю, кто вы, но... Но... Я не та, кого вы ищете. Это какая-то ошибка. Кто еще тут есть? Выходите. Да хер тебе на рыбу, сраный урод. Пожалуйста, не бейте меня. Кто-нибудь еще тут есть? Муж? Парень? Подружка? Мой муж. Он еще на работе. Он вот-вот вернется. Я не вернусь, я в шкафу. Ладно. Значит, тут только мы. Ага. Восемь лет назад. Твой отец. Выстрел. Помнишь? А мой отец тут при чем? Ну, давай. Давай, перейдем сразу к делу. Прошу вас. Я клянусь. Ты отдашь мне его часы. Вопрос только в том, сколько мне придется тебя пытать, прежде чем ты мне все расскажешь. Я не знаю, мне под какие часы. Ври дальше. Узнаешь, какой я изобретательный. Помогите. Помогите. Сори, я в шкафу. Не ври себя. Ты знала, что рано или поздно это случится. Подкрепление можешь не ждать. Никто тебя не спасет. Если хочешь жить, скажи мне, где часы. Даю последний шанс. Они... В вентиляции над ванной. Под аптетикой. Теперь мы знаем, где часы. Они там. Я дала вам то, что нужно. Я никому не расскажу. Я клянусь. Ну, мы с тобой за этим следим, так что... Ты-то никому не расскажешь. Нашли? Да. Ну тебе хорошо, теперь вы меня... Спокойнее, глубокий вдоль. Нет. Он скинет это на нас с тобой, походу. А, нет, что она сама застрелилась, типа. И ушел. А че, моя жена дышит? А, это я дышу. И он поехал обратно. Ну, пожалуй, пора выходить. Это ужасно. Я... Мне очень жаль. Я... Я должен был что-то сделать, но... Это скоро начнется снова. Я снова тебя увижу. Очень скоро тебя увижу. Стоп. Оно, может быть, даже и не вернется обратно. Эээ... Подожди. Стоп. У нее есть пистолет. А, вы не имеете ввиду, что мне нужно сделать это? Блин, ну, наверное, нам с тобой придется для того, чтобы назад свернуть. А вдруг? А вдруг не восстановится? Бля, он еще плохо выстрелил. Ему еще мучиться. Так, мы с тобой сделали... Вот это я сейчас обосрался. Срань, господня. Почему так сложно? Я даже не могу это сделать правильно. Так. Ладно, хорошо. Пора, я думаю, обсудить это с женой. Но мы это с женой обсуждали. Давай мы жену усыпим. Потому что у меня есть один план. Я понял. Я понял. У меня супергениальный план. В общем, мы сейчас берем, наливаем воды. Она же пойдет сейчас включать электричество. Да рёд, отлипни от меня. Иди. Все, не время целоваться. Я тебя тоже люблю. Не слышал, как ты пришел. Лучший вот этот ужин. Твой десерт отстой. Я его пробовал, мне не понравилось. Пойду я в эту комнату сейчас. Включу свет. Меня же не убьет, правильно, пока что? Я. Там. Выключаю свет. Та-дам. Идем быстренько, быстренько в ванную. Заходи. Залетай. Залетай, залетай, залетай. Закрываем дверь. Угадай, кто молодец и заплатил за свет. Пиздос, ты, конечно, платишь за свет. Молодчина. Так, закидываем. Таблетки очень действенные. Я надеюсь, что они очень действенные. Проверим это. Так, жена, 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 жена. Пить хочешь? Пить хочешь? Жена, пить хочешь? Я знаю, ты хочешь пить. На, выпей. Воды. О, да. Спасибо. Я как раз собиралась норить себе. Откуда я об этом знал? Не знаю, не знаю. Идей даже нет. Так, теперь. Она, по идее, сейчас пойдет спать. Давай я выключу свет. Привет, ты хочешь спать? Ты будешь хотеть спать? Эй, я вообще-то тут спит. В общем, я тебе сейчас план расскажу. Я знаю, что сейчас нужно сделать по всей логике. Мы с тобой берем телефон. Кстати, мы по телефону не звонили. Сейчас позвоним в полицию. Что-то я устала не с тобой ничего. Смотри. Она устает, идет спать. Мужик приходит, видит, что здесь никого нету. Такой, здравствуйте, а где? А кто? А куда? Пойдет проверять жену. Включит свет. И ему пиздосит. Потому что его убьет электричеством. Потому что меня убивало электричеством в прошлой серии. Я это проверял на своей шкуре. Что электричество это беда. Детишки, вы помните, если что. Электричество это беда. Не открывайте, не включайте ничего. От полиции открывайте. Нет. Сам иди. Сам открывай, сам разбирайся. Никого тут нету. Никого нету. Нету никого. Только жена, она спит, иди проверь. Я тебе говорю, никого нету. Ну, броня, я знаю, что вы тут. Откройте дверь. Не-не-не-не. Сам открывай. Никого нету дома. сорян мы дверь оставили открытый он догадается то хотя плевать он же догадается но он же сейчас пойдет свет включать есть кто дома это полиция выходите вообще такой свет включил он везде включает свет то что надо и сейчас он заходит туда и хороший звук добрый вечер жена спит мужик рядом с ней отлично так давай на него сразу посмотрим добрый вечер бородатый мужик у тебя нож у тебя телефон у тебя стяжка у тебя стяжка у тебя револьвер так но я пожалуй тебе сразу руки свину давай я тебя вот так вот перевернулись удобненько извини пожалуйста что я тебя ударил об стол еще раз еще раз надо бы так ножки ему тоже потому что он убежать может он же ебаный sonic может стать и уйти он же нарушников смысле а ноги ну ладно в наручниках так наручниках так мы у него все взяли что у него тут по телефону я могу включить телефон пчелка папа не забудь позвонить до сеанса ты постоянно забываешь рак это отстой люблю тебя ну да по факту ах ты мелкий говнюк ты еще никогда так не ошибался у тебя один шанс сейчас меня отпусти да хер тебе нарыва сраный урод сказать о своей невиновности о болезни дочери обвинение в убийстве а часах зачем тебе эти часы что я здесь за ради твоей жены отпусти ты шо любовник смысла ради твоей жены слушай я знаю о карманных часах поздравляю теперь отпусти меня спасибо меня поздравили ты убил нас ради этих часов ты вообще настоящий полицейский эй придурок ты напал на меня ты ничуть не лучше меня я могу нападать на тебя сколько хочешь ты в моем доме в америке же работает вот эта херня что если кто-то в мой дом зашел то я могу его убить так что не заходи в мой дом в америке если что в чем именно нас обвиняют отпусти меня немедленно тупой сукин сын я собирался тебя пощадить но теперь ты сам напросился и блять я тебя забрался собирал мне приятно ну-ка лежать мы с тобой еще не договорились послушай о болезни дочери твоя дочь больна ни слова больше освободи меня сейчас же ладно пиздать тебе дружище короче берем вот этот самый большой аргумент револьвер нет подожди не стреляй не стреляй не надо не делай это я никому не разрешил зачем в торс не надо было стрелять ему в тело он умер надо было в ногу сначала заново надо повторять потому что я сделал неправильно так ладно давай почитаем его хотя бы часы давай почитаем его телефон а я могу позвонить его номер пчелка пчелка это видимо его дочка я верил вела себя агрессивная просто устала рада что ты меня выслушал я смогла тебя заставить передумать наши неоднократные попытки напомнить вам о необходимости показать задолженность были проигнорированы ваш долг перешел дальше страховая я так устала я хотела бы чтоб ты был здесь это несправедливо спасибо что ты меня поддерживаешь мама тобой гордилась с тобой я чувствую себя сильнее ненавижу свое самочувствие после сеансов химия это ужас какой-то я хочу чтоб ты была здесь на вашем счету в течение следующих дней короче у него видимо проблемы с деньгами папа может мне поверить я просто волнуюсь так давай позвоним ей здорово я убил твоего батю теперь у тебя не только рак а папа фильм вот-вот начнется я потом перезвоню я же просил тебя позвонить мне раньше люблю тебя а я могу телефон записать слышь а я могу телефон записать подожди я могу и позвонить с моего телефона и посмотреть что из этого выйдет так замечательно значит мы с тобою должны выходить получается надо заново что-что-что дитока�в чё это вы шутите не полез собака не полез а не полез принципе нормально берем кружку нам сейчас делать нужно тоже самое но стрелять в ногу чтобы он чувствовал себя плохо и мы могли с ним пообщаться потому что самый лучший способ общаться с человеком это когда у него простреляна нога. Ты неправильно это слышишь? Все нормально. Здорово, жена. Ай. Пивка для рывка. Все, отдыхай. Чтение не для тебя. Замечательные звуки падающего тела. Здравствуйте, я потрогаю тебя за твою лысину. Надеюсь, тебе это понравится. Просыпайся. Просыпайся. Здорово. Я, короче, с тобой поговорю. Обвинение в убийстве, своя невиновность. Давай мы, короче, знаешь, что сделаем? Просто не будем разговаривать с ним с ним намного. Просто в ногу. Что? Тебе нога не нужна? Ты же не баскетболист. Теперь пообщаемся. Господи, боже, посмотри. Я не заправотивляюсь. Что ты хочешь? Давай о часах поговорим. Зачем тебе эти часы? Черт, мне нужен врач. Да ладно. Да, но знаешь, если ты меня вынудишь, я сделаю тебе еще больнее. Часы, давай. Твою мать. Твою мать, чертовы, часы. Ты хоть представляешь, сколько они стоят? Деньги? Это все из-за денег? Ты убил нас из-за денег? Нет, ты вообще, вообще ничего не знаешь. Что я знаю? Твоя жена, ее отец. Он был мне как родной. Ты знал его? Я знал его. Он научил меня всему, что я знаю. Что? Он был хорош ко мне, как никто другой. А это чудовище убило его. Нихуя себе, вот это поворот. Ты что, лысая башка шорща, рассказываешь? Ты знал ее отца? Да. Он был добр ко мне. Научил меня многому. Я перед ним в долгу. А теперь, пожалуйста, развяжи меня. Не, 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 не. Я, пожалуй, откажусь. Давай об обвинении в убийстве. Причем именно нас обвиняют. Ты что, действительно не знаешь? 8 лет назад она хладнокровно убила отца. Как убили отца? Зачем вообще я совершил подобное? Как убили ее отца? Как умер ее отец? Она. Она выстрелила в него в канун Рождества 8 лет назад. Впрочем, тогда не убила его. Затем под Новый год она вернулась и закончила начатое. Два выстрела с близкого расстояния. Жестоко. Теперь, пожалуйста, вызови скорую. Нет, подожди, мы еще... Это экзамен. Отвечай на вопросы. Почему ты решил, что это она сделала? Конечно, это была она. Тот же ствол, та же комната, это же очевидно. А зачем ей это вообще делать? Деньги, ревность, причин, миллионы. Сам спроси. А почему ты все еще ее присоствуешь? Это было так давно. Я не прекращал поиски и наконец-то нашел подсказку, которая привела меня сюда. Кто дал вам подсказку? Карманные часы, которые она украла. Она пыталась их продать. Владимир Сломбарда нам рассказал. А болезнь дочери? Твоя дочь больна. Твою маленькие слова, блять, больше! Слободи меня сейчас же! Ну давай. Эй, 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 мне жаль, что я тебе сделал боль. Но я не виновен. Я только что все обо всем этом узнал. Я не имею к этому никакого отношения. Это все она! Тебе слюду было подумать об этом, прежде чем пытать меня. Отпусти меня. Ну вообще-то, вообще-то он прав. Бужик, прости, не хотел. Во всем виновата она. Она спит, она виновата. Пожалуйста, я истекаю крови. Ну, по крайней мере, у тебя занятие есть, удача. Так, пойдем посмотрим на часы. Часы вообще здесь? Часы внизу. Так, мы можем с тобой под аптечкой, она говорила. Что тебе нужно? Почему ты... Да я хожу между ваннами, у меня хобби такое. Ага. Часы в вентиляции под аптечкой. Давай рукой туда. Рукой туда. Ну? Запердоль туда руку, дружище. А, нужен может быть фонарик? Карманные часы. Так, значит, это были часы ее отца. Должно быть, они стоят кучу денег. Ну-ка, пойдем покажем ему эти часы. Может быть, это в часах дело? Мы с тобой первый раз дожили до самого конца. Двенадцать, и мы возвращаемся назад. Подожди, но... А, проклятие. 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 Так, я пойду в шкаф. Жена, нет времени разговаривать. Мне нужно в шкаф. И не для того, чтобы делать какие-то извращенные действия, я просто хочу в шкаф. Наша жена нас обманывала. Она убила своего отца. Позвони пчелке. Жена, как обычно. Алло. Эй, номер ваш дал отец. Что? Сказать ей, что хочет арестовать нашу жену, сказать ей, что день повторяется, поговорить о раке. Ваш папа говорит, что моя жена убила своего отца. Он хочет ей навредить. Это не смешно, урод. Сказать ей, что день повторяется, спросить, может ли она помочь. Может, вы с ним поговорите? Вас он послушает. Может, не надо было никого убивать? Я хочу сказать, забудь мой номер. Нет, ты подожди. Я, блядь, серьезно говорю. Вряд ли она будет со мной сейчас разговаривать. Эй, я не могу вам ответить. Оставьте после гудка. Ладно. Хорошо. Хорошо. Значит, нам нужно по-любому это сделать, но сделаем потом. Берем нож. Пойдем часы, достанем, поговорим. Давай поговорим с нашей женой просто об этом. Здорово, женушка. Иди нахуй, женушка, я с тобой разговаривать не буду. Лучший вечер. Я сообщу, когда проголодаюсь. Когда захочу есть, я с тобой поговорю, поняла, да? У меня есть к тебе разговорчик, и он довольно серьезный, если честно. Пойду в вентиляцию поползаю. Вентиляция. Открываем. Давай достанем часы, попробуем ей показать. Что ты делаешь? Я в вентиляции копаюсь. Чувство у меня есть такое. Зачем тебе это делать? Ты... Я не знаю, что ты ищешь. Вот и все, я ухожу. Куда ты собралась? Ну-ка, подожди. Куда, куда, куда? Ну-ка, женушка. Детка. Ты сегодня просто в ударе. Детка. Детка. Она меня просто проигнорила. Она меня просто проигнорила и ушла. Я устрою такую, сука, истерику. Все. Это травма. Это трагедия. Как ты смеешь уйти? Да ладно, я передумал. Так, ну давай подождем тогда. Сейчас посмотрим, что будет, если придет мужик, а жены нету. Что? Давайте зайдем в квартиру. Я из полиции. Ну ладно. Что, жена? Возвращаешься назад? Решила таки со мной об этом поговорить, да? Решила обсудить? Спасибо. Что происходит? У меня тут ордер на арест. Будет проще, если мы договоримся по-хорошему. Ну-ка, не дергайся. Что такое, женушка? Что такое? Не хотела, да, уходить отсюда? Захотела таки со мной поговорить? Добрый вечер. Я часы вам дам. Да, у меня часы есть, подожди. Да ну подожди, ну подожди, ну у меня часы, ну ты чего, ну я же хомоку. Ладно, у меня есть нож. Сейчас, пока он тобой будет заниматься, я пойду нож достану. Вы нож, да, 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 да. Берем. Так. Часы у меня. Я сейчас отдам. Сейчас отдам. Так, тихо. Достаем нож. Да ты тихо, 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 ты доставай. Ты чего сразу дерешься-то? Сука. Значит, нам нужно дверь закрыть, иначе жена будет панику ловить. Добрый вечер. Женушка, не хочешь ты вот об этом поговорить, а? О часиках. Я нашел твои часы. Вентиляции. Что? Что? Есть человек. И он сказал, что ты убила своего отца. О чем ты, блядь, говоришь? Мне нужно, чтобы ты сказала мне правду. Что? Что? С чего ты это взял? Слушай, мне жаль, я проживаю эти минуты снова и снова, так что... Слушай, я докажу это. Но ты издеваешься, блядь. Выбрать что-то в качестве доказательства. Я знаю, что. Гром. Через пару мгновений, мы услышим гром. Да. Мы только что слышали, что надвигается буря. Гром во время дваждя. Что они еще понавыдумывают? Посмотрим. Радио. Что насчет радио? И? В смысле ничего? В смысле? Подожди, у нас же сейчас наша музыка, там включится наша любимая. Ладно, пойду, заберу, короче говоря, у тебя игрушку. Да куда пошел? Ты давай еще поговори с ней насчет этого. Насчет выключателя. Подарок. Этот подарок. Смотри, видно же, что его не открывали. Но я знаю, что там внутри детская одежда. Я все это, я купила только сегодня. Как ты мог узнать? Я говорил тебе, я застрял в временной петле. Теперь ты мне веришь? Да. Ну, то есть, я думаю, что да. Я не знаю, с чего начать. Отец не всегда был таким, каким хотел быть. Когда я родилась, мама все внимание уделяла мне одной. И, полагаю, отец чувствовал... Неважно. Он стал спать с моей няней. С этого момента жизнь мамы покатилась под откос. Все изменилось с тех пор, как она умерла. Ну, я винила его. Ну, в том смысле, что... Это вообще-то его ошибка. И я его разозлила. Сильно. Мы подрались. Никто не сделает тебе больше, чем те, кого ты любишь, правда? Неважно. Господи. Эй, эй, эй. Я знаю, что это трудно. Я, блядь, умер трижды. Но прошу, мне нужно знать. Да, да, да. Да, да. Был канон Рождества. Он застал меня за попыткой сбежать. И я очень взбесилась. Я толкала его, разодаривала. А он ударил меня. Господи боже. Как бы то ни было, я, конечно, взбесилась. И у него всегда под рукой был пистолет. Я схватила его и выстрелила в него. И я просто убежала. Ее сделали тут. В канун Нового Года. Это фотография на холодильнике. Была сделана через час после моего появления здесь. Я собиралась даться полиции, но уже был Новый Год. И через несколько недель появился ты. И, ну... О, все пока было хорошо. Пока сегодня все не закончилось. Я убила своего отца. Я никогда не думала, что расскажу кому-то о этом. Теперь ты все знаешь. А нам теперь пиздец. Что еще? Неееет. Я открываю. Неееет. Я говорю, да, ты. Готови за тебя. Пойдем. Пизду во всех. Мы теперь знаем, что произойдет. Мы теперь сможем об этом поговорить с ним в следующий раз. Да подожди, а я-то тебе чего? Ты даже ее не проверишь. Да хорош, лысый, ты чего? Ясно. В пизду это все. Мне все надоело. Я в шкаф. Не заходи сюда. Занят я. Занят я. Что ты вот это вот целуешь меня? Проваливай отсюда. Да, я знаю. Убийца убила. Убила мужа своего. Позвоним пчелке. Попробуем ей сказать сейчас о том, что это все повторяется. Эй, ваш папа говорит, что моя жена убила своего отца. Помогите. Прошу, он хочет ей навредить. Чего, блядь? О чем вы говорите? День повторяется. Послушайте. Я застрял во временной петле и не могу понять. Ладно. Рассказать ей о полицейском, расспросить ее о прошлом. Ну, расспросить ее о прошлом мы пытались. Я застрял во временной петле и могу это доказать. Ладно. Рассказать ей, что случилось в ту ночь, когда она сбежала. Слушай, я знаю, как умер твой отец. Как он на самом деле умер. Не знаю, что ты там поновыдумывал, но лучше бы тебе... Это был канал Рождества. Он застал тебя за попыткой сбежать и ударил тебя. Как ты вообще... Я не знал. Ты сама мне рассказала во время прошлой временной петли. Я? Что? Послушай, я на твоей стороне. На моей стороне? О, Господи. Слушай, я не могла... Я не знала, как тебе сказать. Нам надо дверь закрыть. Дверь закрыть. Дверь закрыть. На замок. На замок. На замок. Дверь закрыть. Прошу, поговори со мной. Давай поговорим. Давай пообщаемся. Ну тогда... Рассказать ей о полицейском, расспросить ее о прошлом. Давай про прошлое. Сказать ей, что прощаешь ее. Сказать ей, что по словам полицейского в ее отца стреляли дважды. Стой. Ты сказала, что стреляла в него один раз. Но в него стреляли дважды. О чем ты? Полицейский. Он через минуту сюда заявится. Что? Какой еще полицейский? Не важно. Послушай, ты уверен, что стреляла всего один раз? Да, я выстрелила один раз. Я его, блядь, не добивала. Я никогда не хотела. Я не хотела его убить. Слушай, не могу доказать, но уверена, что стреляла в него раз лишь раз. Куда доделать часы? Мне это уже не интересно. Подробности убийства. Можешь рассказать, что случилось той ночью? Я не хочу этого делать. Не мог бы ты это прекратить? Не могу. Мне нужно знать. Сейчас к нам придет лысый и будет нас с тобой пиздить. Ладно, тебе нужно знать. Было канун Рождества. Застал меня. Я была зла. Я пошла на него. Никогда такого не видела, но мой отец мог быть грубым. Я продолжала на него напирать, и он меня ударил. Так мы это видели. Меня никогда раньше не били. Я была в шоке. Я не помню, как схватила пистолет. У него был пистолет под рукой. Я выстрелила в него. Я убила своего отца. Да это я уже знаю. Теперь ты знаешь. Я еще с тобой. Ага. Пока что. Ну да, пока что. Сейчас лысый придет, а мы с тобой уже вместе не будем. А куда ты делаешь часы? Да я уже это знаю. Куда ты... Почему ты пыталась продать часы? Нам нужны деньги для... Я беременна. Стой, стой. Кто? Да я уже это знаю. В смысле, я уже знал о том, что она беременна. Ты беременна? Да. Сюпринс. Вечно у меня ничего не уходит. Подожди. Да ну... Нет. Зачем ты меня спрашивала об этом? Какого черта я тебе об этом сказала? Не выходи, я тебя не... Не выходи, я тебя не догоню. Не выходи, не догоню. Ой, ладно. Опять ты все испортила. Значит, нам получается, нужно позвонить дочке, но при этом попытаться все не слишком долго тянуть. Давай попробуем дочке сказать о том, что рак. Мы же ниоткуда не можем знать про рак, правильно? Но давай мы пока что на этом остановимся. Ооо, игрушка просто шедевральная. Я надеюсь, тебе тоже она нравится. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. А пока что на этом все. Мы увидимся в следующих сериях. Пока. До скорого. Удачи.